Друзья, привет! Тряска в так называемых либеральных кругах продолжается. Причина тряски – выборы. Представьте себе Путина, который наблюдает за предвыборной кампанией в США. Он болеет за Трампа, как я болела за сборную Грузии на чемпионате Европы по футболу. Первые же секунды видео, и сразу же начались какие-то прохладные истории о том, как Путин за кого-то болел. Представьте, как Путин болеет за Трампа. Что-то я сомневаюсь, что Путин болел за Трампа, как ты болела за сборную Грузии. Тут же дело в чем? Соединенные Штаты – это одна из самых могущественных и влиятельных стран в мире. И при Байдене Соединенные Штаты это могущество и влияние стали стремительно терять. Тогда зачем Путину болеть, как ты говоришь, за Трампа, если мы рассматриваем Соединенные Штаты как геополитического соперника? И вот эта слабость Соединенных Штатов, она наоборот на руку Путину. Причем он открыто об этом говорит. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист, поэтому и вы меня спросили, что для нас лучше. Вот я как тогда сказал, так и сейчас считаю. И могу повторить – Байден. Впрочем, после 27 июня шансы путинской команды выросли. Могу вообразить, что строитель жесткой вертикали власти и убийцы собственных оппонентов с наслаждением сидит за хаосом, охватившим американскую политику. Смотрите, как она злится. А что произошло? Путин на другом конце планеты занимался своими делами. Где-то за океаном Байден проиграл дебаты Трампу. Катрикадзе такая – Путин наблюдал, Путин болел, Путин убит со своих оппонентов, команда Путина победила, вот они там радуются, Путин, 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 Путин. Вообще шизофреники, что ли? Сюрприз, шок, паника. Америка совершенно не ожидала увидеть Джо Байдена дряхлым, не способным собрать собственные мысли в связанные предложения растерянным стариком. А как так получается? Почему для нас это не стало сюрпризом? Что Байден там двух слов связать не смог на этих дебатах. А вот для вас, для целой Америки, это паника, шок. Как так? Байден же был вот резвым стариком, а тут вышел и двух слов не может связать. Да потому что наши СМИ, наши блогеры дают более объективную информацию. А вы там заперлись у себя в либеральной эхо-камере, и вы даете желаемое за действительное. И это касается не только Соединенных Штатов. У вас вот в этой эхо-камере там и экономика России вот-вот развалится, и Россия в изоляции, и Путин, или Кремль в панике и не знает, что делать. Я думаю, что в Кремле легкая паника, они не понимают, что происходит. Но на деле это у вас паника, причем постоянно. И это вы не понимаете, что происходит. Вон, недавно в Германии выборы состоялись. Тоже в вашей эхо-камере было все нормально. Но тут бац, и у Шольца 13%. Как так получилось? Было же все нормально. И тут, опа, и 13%. Итоги европейских выборов стали немалым потрясением для правящих элит. Но если результаты выборов стали для них немалым потрясением, значит вот эти вот правящие элиты вообще не понимают запросов общества. А вот чтобы не было таких потрясений, надо смотреть нормальные средства массовой информации, ну и нормальных блогеров. Вот, кстати, сейчас в Молдове, да? Если послушать Либерах, что там происходит? А, молдаване готовятся носить кружевные трусы, машут флажками. Но на самом деле, что там происходит? Вот они продолжают эту зачистку. Зачем нужна эта зачистка? Она нужна для одной простой цели. Для того, чтобы создать здесь определенный плацдарм. Военно-политический плацдарм. Военный плацдарм. Да, вот как создали в соседней Украине. Видимо, то же самое они создают и здесь. А это Богдан Цирдя. Я вам уже о нем рассказывал не раз. Это молдавский блогер, политолог, депутат парламента Молдавии. И у себя на канале он рассказывает, что реально происходит, а не вся вот эта вот либеральная мишура. И, кстати, сегодня у него выходит новое видео. Ссылку на него я оставлю в описании. Обязательно ознакомьтесь и давайте поддержим Богдана лайком и подпиской. В ночь на пятницу в США состоялись самые бессмысленные и провальные дебаты в истории Соединенных Штатов. Не, ну то, что для вас это провальные дебаты, я соглашусь. Но почему они бессмысленные? Ты же сама только что рассказывала о том, что Америка, целая Америка, увидела наконец настоящего Байдена. А тут вдруг эти дебаты стали бессмысленными. Нет, как раз таки эти дебаты, в этих дебатах было очень много смысла. И вы все как один переобулись и начали рассказывать. Ой, посмотрите, Байден дряхлый старик. Да, но только когда об этом рассказывали российские СМИ, вы что говорили? Правильно, это все российская пропаганда. Но что на деле оказалось? То, о чем врала российская пропаганда, оказалось правдой. И эту правду теперь увидели все. Я, кстати, не помню, где услышал это выражение, но оно так четко описывает ситуацию. Что бы ни происходило, либерахи начинают орать, как потерпевшие. Вы все врете, это все российская пропаганда, российские нарративы. Но спустя какое-то время это оказывается правдой. Причем это касается не только выборов в Соединенных Штатах или Байдена. Это касается практически всего. Главный итог которых – массовое осознание безжалостных сил физиологии. Да что ты говоришь, массовое осознание пришло. Ну так получается же, что эти дебаты были полезными, раз массовое осознание пришло. Безжалостных сил физиологии. Слушайте, чтобы осознать, насколько эти дебатеры старые, что Байден, что Трамп застали Вторую мировую войну. Они жили при Сталине. То есть то, что в моем поколении воспринимается как история, вот эти вот парни, которые дебатировали, они жили в те времена. В сороковых годах. Как же этого не замечали раньше? Ну как сказать, не замечали. Окружение Байдена, конечно, все знало, но скрывало. Демократы и многие медиа знали, но преуменьшали, потому что очень не любят Трампа. Посмотрите, как она мягко описывает дезинформацию западных мейнстримных медиа и своего собственного телеканала. Преуменьшали. Не обманывали людей, да? Не вводили людей в заблуждение, а просто преуменьшали. И очень важно уточнить, потому что сильно не любили Трампа. Какая разница почему? Мы, кстати, недавно вот в Генеральной Ассамблее примерно то же самое видели, когда Евросоюз оправдывал свои незаконные санкции. Мы вводим незаконные санкции, потому что там потому. Какая разница почему? Если санкции нарушают международное право, если санкции нарушают устав ООН, абсолютно не важно, по каким причинам вы их вводите и чего вы от них ожидаете. Они нарушают. Точно так же и тут. Мы вот обманывали людей или преуменьшали, просто потому что сильно не любим Трампа. Да плевать почему. А избиратели? Избиратели не понимали масштабов проблемы. Дело в том, что, в частности, на всех своих публичных выступлениях Байден читал суфлера. Во время дискуссии в прямом эфире СНН суфлера не было. И президент США поплыл. Опять 25. Российские СМИ или российская пропаганда говорила об этом сто раз уже, да? Что Байден без суфлера, без шпаргалок и двух слов связать не может. Причем ему там на шпаргалках пишут даже поверните голову, сядьте, там спросите у такого-то журналиста, он задаст правильный вопрос. Российская пропаганда говорила, что Байден без этих шпаргалок, без суфлера ничего не может сделать, не может выступить нормально. Вы кричали, что это все вранье, это пропаганда, не слушайте, Байден резвый старик. 82, я вас умоляю, еще 82 будет на велосипедах кататься и бегать по беговым дорожкам. А оказывается вон оно как, оказывается это не российская пропаганда врала, а вы врали и вводили людей в заблуждение. Ну просто потому что Байден, ой, просто потому что Трамп очень сильно не нравится. Так, чуть-чуть преуменьшали. Плюетельные демократы начали звонить друг другу. Нам крышка, говорили они. И были правы. В воскресенье CBS News опубликовал результаты опроса. 72% зарегистрированных избирателей не верят в то, что Байден физически способен управлять страной в течение последующих четырех лет. Ранее, в этом же месяце июня, таковых было 65%. То есть, скачок существенный. Так, Катрикадзе, не нагнетай. Какие там 72%? 27% считают, что Байден еще ого-го. Кстати, а куда они 1% потеряли? Не важно. Важно, что Байдену всего-то 82 года. Это разве возраст? Вон, ты посмотри на сенаторов американских. Эти ребята еще Наполеона, походу, застали. Причем уже в те времена были сенаторами. Это к вопросу о сменяемости. В Соединенных Штатах сенаторы там уже, походу, поприрастали к креслам. Да, вот, говорят, часть команды, часть корабля. Просто уже стали частью вот этого зала. Но, тем не менее, либерахи любят нам рассказывать про сменяемость. Так вот, о чем это я? Да на фоне вот этих вот сенаторов Байден еще зеленый пацан. Каких-то 82 года. Я тебя умоляю, Катрикадзе. Конечно, Джо Байден, если останется кандидатом, может еще и победить в ноябре. Исключать ничего нельзя. Но сам факт выбора между склочным, плохо предсказуемым лжецом и достойным, но непоправимо пожилым политикам безумен. Не, ну так и должны выглядеть выборы в свободной демократической стране. Огромное количество кандидатов. Два. Вон, у нас есть пример молодой демократии, где вообще выборы отменили, потому что, ну зачем, ведь народ и так за меня проголосует, да? Там вообще по нулям. А тут целых два кандидата. Причем, на любой вкус. Хочешь возрастного, мудрого старика? Пожалуйста, голосуй за Байдена. Хочешь молодого, поджарого, экспрессивного юнца? Голосуй за Трампа. Президент США тот, кому предстоит противостоять диктаторам, набирающим силу. Ему предстоит дать отпор новой оси зла, как сам Байден выразился. Оси зла в виде России, Китая, Северной Кореи, Ирана. И всего остального мира получается. И вот это и есть тот самый слон в посудной лавке, которого в упор не хочет замечать так называемая либеральная тусовка. По всему Западу вот эти вот политики, да, современные западные элиты орут, что мы должны противостоять Путину, мы должны противостоять тому, мы будем вводить санкции. Но, типа, а нахрена? Ну, типа, вы пришли к власти для того, чтобы что? Чтобы кому-то там противостоять? За счет простых людей? Или для того, чтобы развивать свои страны? И тут люди начинают задаваться вопросом. А нахрена нам такие лидеры, если они занимаются не развитием страны, а пытаются выяснять отношения? Где-то там один из-за океана там, да, что-то кричит, мы будем бороться. Вторые тут, вот, торговые связи уже налажены. Нет, мы пообрубаем торговые связи, мы поотрубаем все остальные связи, для того, чтобы, для того, чтобы что? Понятное дело, что люди не хотят таких лидеров видеть у власти. Именно поэтому у них минимальные рейтинги. Что у этого Байдена, что у этих Шольцев. Сейчас вон в сумок там бегает, мечется, не знает, что делать, потому что сейчас может продолбать свои выборы. Везде одно и то же. Но так называемая либеральная тусовка в упор не хочет замечать вот этот вот момент. Наблюдая за происходящим в Вашингтоне в эти дни, Путин готовый биться в заклад. Испытывает удовлетворение. Ну, у Путина и помимо этого есть много поводов испытывать удовлетворение. Вон, сейчас проходит саммит ШОС, пожалуйста. Кстати, так и выглядят нормальные, здоровые отношения между странами. Этим и должны заниматься политики. Да, они собираются, обсуждают, как будут развивать экономики, как будут развивать отношения между странами. А эти чем занимаются? Вот, мы и будем бороться, мы будем вводить санкции. Ну, на здоровье боритесь. А мы тут понаблюдаем, к чему это приведет. В общем, друзья, что думаете, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал обязательно. Можете подписаться на Рутуб-канал. Ну и, конечно же, если хотите поддержать меня финансово, то можете подписаться на Бусти. Буду рад вас там видеть. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова